Всем привет дорогие друзья, Эпопея с Ильясом Якубовым набирает обороты и теперь он решил завалить нас контентом в каком-то немыслимом таком количестве, да и как вы наверное знаете, Якубов отправился на войну в Украину, хотя ранее его грозились посадить в тюрьму. И как ожидалось, Ильяс начал снимать видео, где он пытается строить из себя крутого вояку, который якобы воюет в самых горячих точках. Ильяс Якубов выкладывает типичные видосики в стиле тикток войск, которые в свое время воевали со светофорами и пустыми зданиями. И таких фото и видео с его участием уже вышло немало, правда нисколько не похоже на реальную войну. Чистенький, ухоженный, всегда на позитиве, да еще и чуть ли не каждый день ролики пилит и заливает их в свой инстаграм. А также появилась очень интересная новость. На канале Труджим вышел ролик с Новоселовым и Дациком, где эти двое тикток воина рассказывали за себя, показывали там свои пивные бои, которые на полном серьезе уже никто не воспринимает. Но и также Новоселов обмолвился о том, что лично знает командир этого подразделения, где воюет Ильяс Якубов и даже показал нам видео, где тот говорит, как ему сейчас трудно. Да, да, базар у них, победа будет за нами, по-любому. Кажется, Макс, мы тут бегаем туда-сюда, туда-сюда, вот там конкретно много работы тут конкретно. Ильяс пошел на фронт, подписав контракт с Минобороны и изменить включение свободы. Таких случаев, ну не знаю, я не слышал, по крайней мере, что кто-то попал в штурмовики и отсиживался. Там все работают, там без разницы, Ильяс, Макс Новоселов, Петя, Вася, там все работают одинаково, это одна команда, и они все вместе работают, ну, благо Родина, защищают интересы нашей страны. Ильяс в том числе находится в штурмовом подразделении, я знаю командира, знаю командира роты, где он находится. Это что же получается, Новоселов еще неделю назад был в гостях у Аптия Лаудинова, где они оба вылизывали друг друга и хвалились, какие же они крутые вояки. И там Лапоть Аладина называл Новоселова своим другом и пытался всех убедить, что он воюет, да еще и готовит других воевать. Вот этот вот товарищ, Макс, блин, шатун, позывной у него, он везде шатается, давно мы с ним не виделись, как говорится, вот сейчас заехал ко мне на суджанское направление, вот вы не поверите, он съел столько конфет, это ужас просто, ужас. Это еще не все. Ну, видите, представьте себе, он говорит, это еще не все. Короче говоря, да мы с тобой не виделись уже года четыре даже больше. Ага, пусть будет четыре. Ну вот, короче говоря, сейчас я ему еще конфет дам, у него память вернется на место. Я так понял. Короче говоря, Макс у нас, как говорится, вот наш брат, у него реально здоровье, как говорится, ему девать его некуда. Россия страна героев, и хорошо, что у нас в стране есть достойные ребята, которые защищают наше отечество. Вот Макс у нас как раз занимается подготовкой десантников, он у нас в ВДВ. Главное, есть дух, есть желание, вот, нет трусости у них, вот это самое главное. Крыша есть, крыша есть, то есть крышу контролите, бок контролите, опять середина, вверх. То есть у вас зрение должно быть повсюду, то есть бок, вверх, середина. Можно, смотрите, парни, не обязательно приклад ставить, да? Вот, если вот, все равно очередь будет, то есть у нас очередь отработали, если кому неудобно прикладывать. Раз и отработали, вверх, снова пошел. Правда, теперь всего неделю спустя Новоселова уже не на фронте, а вовсю раздает интервью. И показывает эту всю клоунаду с боями. И все это уже, в принципе, не воспринимается, как реальные бои, и вообще серьезно не воспринимается. А еще до того он выходил на бой в фуражке, и там якобы дрался, такой весь десантник крутой. А перед тем раздавал интервью Коваленко. Ты с зоны соскочил не через... Нет, 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 с зоны я ушел по системе освобождения, то есть там исправленные трудовые работы мне выдали. Все, и вот после этого я уже ушел на контракт в армии. Просто сам захотел? Сам, да. Ничего себе. Сколько тебе сейчас, Макс, лет? Сейчас мне 52 года. Это же типичный ряженый тикток-воин, который даже не думает воевать, а использует просто тему войны, чтобы таким образом хайповать. И, в принципе, и дацик такой же, как и новоселов. И видим, что репутация этих бойцов на самом дне находится. И видим, что новоселов, будучи тикток-воином, выгораживает другого тикток-воина, Ильяса Якубова. И рядом с ним тоже еще один тикток-воин, который воевал только на рынках Мариуполя. И новоселов еще и дружит с главным командиром тикток-войска, Птиола Удиновым. Вот это просто убийственная компашка. Им для полного комплекта не хватает еще Адама Кадырова с его братом Ахматом. И будет вообще ядреная смесь из клоунов, всея ютуба, которые делают пиар на войне. Это боевые парни, настоящие парни. Ну, это прям не там, скажем, не какие-то тыловые люди там. Ну, не буду никого задевать. Вот, это парни, которые постоянно находятся на передовой уже не один год. Сначала специальные военные операции там находятся. Вот, они уже зарекомендовали себя, их знают все, то есть их действия видят. Вот, в том числе Ильяс находится с ними, он работает. Никакого спуска они ему не дают. Он работает наравне, как другие парни. Вот, и я в том числе видел эту работу. Они атакуют, они штурмуют. Ну, не буду рассказывать, что подробно. Ну, непосредственно Ильяс участвует в боевых действиях наравне со всеми и показывает, ну, подвиги, не подвиги. Но он работает, он воюет, в отличие от многих тех других людей, которые его обсуждают. Ильяс Якубов же при этом из всей этой компашки самый недалекий. Новоселовый дацик – это прохаванные бандиты, которые полжизни в тюрьме просидели. При этом еще и помогали администрации ломать других заключенных. А Ильяс по своей тупости угодил на зону. И, видимо, ему предложили сделку – поучаствовать в тикток-клоунаде, поизображать из себя грозного воина, чтобы другие тоже думали идти воевать. А вот эти вот два бандюгана сюда пришли, чтобы делать бизнес. А вот Ильяс по своей глупости теперь оказался с ними в одной лодке. И сам не понимает, как смешно выглядит. И не понимает, что такими действиями он превращается в еще большего клоуна. Через полгода вернется в Хоп-ММА, и там уже никому не нужен будет. Да и былой группы поддержки у него теперь нет. Шамхал с другими шакалами разбежались, как только запахло жареным, и Ильяс угодил в тюрьму. А вот Ильяс вязался во все это и теперь является таким же клоуном, как они. Вот только эти вот персоны, в случае чего, легко переобуются, перекрасятся и быстро убегут. А таких, как Ильяс, часто привыкли делать крайними и спускать на него всех собак. Не удивлюсь, что рано или поздно его реально кинут в мясорубку, пообещав совсем другое. И все, атакуйшин больше не атакуйшин. Так что ждем дальнейших тиктоков, как Ильяс Якубов берет светофор Дон. И заодно, несколько Дон, овечек Дон в придачу. Ведь ему было так одиноко на зоне. Ставь этому ролику свой лайк и не забывай писать в комментариях свои мысли на этот счет. И пиши, что думаешь про эту ситуацию, связанную с тикток-клоунами, вроде Ильяса Якубова, Новоселова и Дацика, которые реально пытаются изображать из себя крутых бойцов. Само собой, кто не лайкнет, тот Ильяс Атакуйшин Якубов. Всем пока, до новых встреч, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok